Автоматическая межпланетная станция Марс Экспресс, запущенная на орбиту Марса в 2003 году Европейским космическим агентством, сделала фантастические снимки кратера Королёва. Эти фотографии исследователи, скорее всего, специально выпустили под Рождество и Новый Год в качестве оригинального подарка с Марса. Это самые лучшие детальные снимки кратера Королёва на данный момент, но ученых и обычных людей поразил не сам кратер, а то, что он оказался покрыт толстым и белоснежным льдом. Те, кто видел эти снимки, с восхищением комментировали эту новость, сравнивая снимки ледяного кратера с тарелкой, полной молока или снежным озером. Марс Экспресс сделал эти фотографии, пролетая над северным холодным районом Марса. Кратер Королёва имеет огромные размеры, его диаметр превышает 80 километров, и находится он недалеко от северного полюса планеты. На первый взгляд, может показаться, что кратер наполнен снегом, но это очень плотный лед, толщина которого составляет около 1,8 километров. Причем этот лед никогда не тает, во всяком случае, ученые такого пока не заметили. По словам ученых, тут действует так называемый эффект ледяной ловушки, когда воздух, проходящий над поверхностью кратера, постепенно охлаждается и идет вниз, что не дает таять льду. По словам ученых, марсианская вода в большинстве своем испарилась в космос. Но как же теперь их версия будет объяснять присутствие на Марсе снега, льда? Ведь как всем известно, снег это замерзшие капли дождя, а дождь это вода, а замерзшая вода это лед. И вода, как всем известно, должна нагреться и начать испаряться, питая при этом грозовые облака, чтобы потом пролиться дождем или выпасть снегом обратно на поверхность Марса. И это обычный круговорот в природе. И теперь возникает логичный вопрос, правда ли, что на Марсе почти вся вода испарилась в космос? Ведь именно такая официальная версия и точка зрения многих ученых планеты. Но там, где есть снег и лед, должна быть и вода. И это простой закон, известный людям природы. Разве не так?